Изначально, еще в старо-давние времена, кжель была разноцветной. Изделия расписывались яркими красками – желтыми, красными и зелеными. Однако нам знакома больше роспись сине-белого цвета, которая появилась в 1933 году. И теперь фирменный цвет кжельской росписи – сочно-синий, ярко-голубой, васильковый, цвет неба и воды. Обо всем этом и о многом другом рассказывает ребятам на своих уроках по росписи глиняных игрушек. Педагог дополнительного образования Центра «Импульс» Ольга Пигарева. Жельская роза – это самое главное, можно ее назвать, эмблемой, да, жельских мастеров. Ольга Руфомна трудится в «Импульсе» более 20 лет. Любовь к творчеству у нее от мамы – художницы, которая тоже очень долгое время работала в Центре, обучая детей лепки в технике папье-маше. А Ольга выбрала народное творчество. Традиционная народная игрушка, она в народе родилась, в наших деревнях, в наших российских. И она передает всю любовь, всю теплоту нашу российскую, нашей Родины. Может быть, поэтому. До момента росписи подделок к желью ребятам нужно было создать эскизы, затем слепить фигурки на выбор – лебедя или кота. Вот лебедя не получался, у него слишком сложно было сделать у него дополнительную деталь – корону. Мне показалось, что очень трудно сделать лебедя. Эта шея у меня не очень получилась шея, потому что у меня она отрывалась тысячу раз. Я выбрал ковку лепить. Мне было трудно закручивать хвост, потому что надо его заклавливать, а если не заклавливать, то когда так и делать, она разваливается на половинке. В итоге у всех все получилось, и каждый свою игрушку расписал по-своему, но соблюдая все стили к жельской росписи. А в конце занятия Ольга Руфомна показала ребятам настоящее произведение искусства – Дымковского индюка. Его вместе с педагогом слепил и расписал бывший ученик отделения Никита Лабарев, который мечтает стать профессиональным художником, а его работа на одном из конкурсов завоевала Гран-при. Не все ребята, которые занимаются сегодня, станут профессиональными художниками, но любовь к народному творчеству у них сохранится навсегда. Людмила Медведева, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Выбинетова.